Вайкули стравили с Киркоровым после бойкота Крыма Скандальное заявление латвийской певицы о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги, наделало много шуму. Певицу раскритиковали за сомнительную попытку угодить публике на Украине и указали, например, Филиппа Киркорова. Народ продолжает обсуждать бойкот, который Лайма Вайкули публично объявила Крыму. Многие с сожалением отмечают, что артисты становятся заложниками политической ситуации. Очень не хотелось бы разочаровываться в кумирах юности с распадом СССР. Многие артисты оказались в других странах, и им приходится подстраиваться под действия их правительств и тех стран, в которых они гастролируют. Заметил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. «Если бы Лайма приехала с гастролями в Россию, а не на Украину, я уверен, что ответ был бы иным», – добавил он. «Очень хотелось бы, чтобы артисты всегда оставались вне политики и всегда занимали нейтральную позицию в конфликте между странами, так как именно это позволяет их решать, а не усугублять дальше», – заметил эксперт. Напоследок, он решил указать латвийской певице, например, ее коллеге по сцене из России, который бывать на российском полуострове не боится, но и не обходит своим вниманием другие страны бывшего СССР, тот же Филипп Киркоров. Он регулярно бывает в Крыму, и это не мешает ему приезжать к Лайме на ежегодный фестиваль. О том, как Лайма отреагирует на новость о короле российской эстрады, покажет время. Возможно, что это откровение заставит латвийскую певицу пересмотреть свои отношения с Филиппом Киркоровым и многими другими артистами, отказывающимися в угоду Украине лишать крымчан своего творчества. Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не пообещали. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом. А вы что думаете о заявлении Вайкуле? До новых встреч!